Добрый день, глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Очень рада видеть всех хотя бы в таком формате. И у меня там есть два вопроса. Мы можем их запустить сейчас до моей презентации? Сейчас в большей степени говорили о микрокосмосе, да, ракомолочной железы. А в своём докладе я попыталась рассмотреть вопросы, как мы живём вообще в этом макрокосмосе, чем мы окружены, когда мы лечим наших пациенток больных ракомолочной железы. Вот первый вопрос, да. Насколько, как часто вы в своей реальной клинической практике сталкиваетесь с пациентами, больными ракомолочной железы и ВИЧ-инфицированными? Как часто такие больные попадают в наши руки практикующих онкологов? Я предлагаю четыре варианта ответа. Очень редко, один-два пациента в год, около десяти пациентов в год, до пятидесяти пациентов в год и более пятидесяти пациентов в год. Сейчас вот, вы видите на экране голосование, Елена Владимировна? Вот сейчас очень мелко, но вижу, что действительно, на самом деле, мы очень редко сталкиваемся с этими пациентами. Один-два пациента в год. И это действительно и в моей практике, и в нашем учреждении, ну, примерно такой же показатель. Ну, вот, тем не менее, эти больные есть, и дальше я в докладе покажу, что, скорее всего, их станет больше и больше в нашей практике. Следующий вопрос. Я решила задать два вопроса до презентации, и у меня не будет вопросов после. Имеется ли в штате медучреждение, в котором вы работаете, инфекционист? Да, нет, нет, но есть возможность оперативной консультации внештатным специалистам. Есть ли человек, к которому мы можем обратиться оперативно, увидев пациентку с каким-то значимым инфекционным заболеванием, будь то ВИЧ, будь гепатиты, БЦ, туберкулез? Есть ли такой человек в штате? Или есть такая возможность консультации оперативной до начала лечения? Да, и мы, наверное, с вами сейчас увидим, как отличается ситуация в федеральных центрах и на местах. Но не так всё плохо на самом деле. С одной стороны, я думала, что будут результаты несколько хуже. Да, прокомментируйте, пожалуйста, их. Покажите, пожалуйста. О, да, практически половина учреждений имеет штатного инфекциониста. Это, конечно, радует, потому что темой, которую вы меня задачили к сегодняшнему выступлению, я действительно была озадачена и поняла, что мы, к сожалению, онкологи мало чего знаем о ВИЧ-инфекциях, о гепатитах. Тенденция такова, что число этих пациентов растёт. Ну что же, давайте, у нас 15 минут для доклада есть. Итак, рак молочной железы, социально значимые инфекции, состояние проблемы. Да, мы, конечно, последний год говорим только в основном об одной инфекции, о COVID-19. Но сегодня уже были прекрасные доклады на эту тему, более ранние сессии. А если мы поговорим о социально значимых инфекциях, пока что COVID-19 не включён в этот список. И есть значимые инфекции, такие как ВИЧ, гепатиты В, С, туберкулёз и инфекции, передающиеся половым путём. Это то, что зафиксировано как действительно социальное значимое инфекции. И здесь условно я их разделила на два таких раздела. Это ВИЧ и гепатиты, на которых я как раз сегодня хочу больше сконцентрироваться в своём докладе. Это те пациенты, кого мы видим в наших стационарах, и кого мы лечим в стационаре у себя, у онкологов, с кем мы на самом деле чаще встречаемся. И туберкулёз и инфекции, передающиеся половым путём, действительно это тоже сохраняется проблема в Российской Федерации с этими нозологиями. Но тем не менее, с ними мы в меньшей степени сталкиваемся в стенах наших учреждений. Мы либо ждём разрешения ситуации, излечения, либо контроль по месту именно лечения инфекционного заболевания, либо оказываем помощь в стенах учреждений, занимающихся лечением данных инфекции. Но без цифр никак не обойтись, раз мы говорим о состоянии проблемы. Разрешите немножко напомнить эпидемиологические данные по заболеваемости рака молочной железы. Здесь я просто хочу, чтобы мы сопоставили эти цифры. Около 70 тысяч новых случаев каждый год в Российской Федерации заболевания рака молочной железы диагностируются. Это по-прежнему первое место в структуре заболеваемости женского населения онкологического и, к сожалению, смертности. Если будем говорить о гепатитах, гепатиты В и С, есть положительные тенденции. То, что мне удалось найти из разных источников, заболеваемость постепенно снижается этими гепатитами. Но, тем не менее, около 60 тысяч новых случаев, а это примерно сопоставимо с диагностикой рака молочной железы, диагностируются каждый год в Российской Федерации. Между собой этот процент делится, и он тоже меняется. Большая часть, 77%, практически 80%, диагностируется гепатита С, и остальной процент переходится на гепатит В, вот как раз доля которого постепенно, постепенно, год от года снижается. Здесь тоже есть ряд факторов. В первую очередь, вакцинация, которая проводится против гепатита В, и, конечно, эта тенденция не может не радовать. Но, тем не менее. Ещё один такой важный факт лечения получают абсолютное большинство больных, кому оно показано по поводу гепатитов В и С, и составляет примерно 82% из всех нуждающихся в терапии пациентов. В этом показатель, на самом деле, Российская Федерация на самом худшем месте. Что привыкли мы в своей практике думать, онкологи, особенно химиотерапевты, когда берём пациентов на лекарственную терапию? Да, мы знаем, что ряд химиотерапевтических препаратов сопряжён с токсичностью, гепатотоксичностью. Новые препараты сейчас входят в нашу клиническую практику, тоже характеризующиеся наличием гепатотоксичности. И в большей степени мы ориентируемся на то, каким препаратом мы собираемся лечить. И по такой нашей давней традиции мы всё-таки ориентируемся на классы по Child-O-P-U, когда думаем вообще назначать лекарственное лечение пациенту с онкологической патологией, либо начать терапию с редукцией дозы, либо мы можем безопасно начинать терапию. Конечно, здесь нам на помощь приходят наши коллеги-инфекционисты. У них немножко другой взгляд на эту проблему. Итак, гепатит С. Вот с ним на самом деле проще. Наши коллеги-инфекционисты разделяют на несколько подгрупп наших пациенток. И было даже исследование, вот первая таблица, это как раз было исследование у пациенток именно рака молочной железы и наличием вирусного гепатита С. И здесь действительно нужно оценивать несколько факторов. Это, во-первых, наличие антител к вирусу гепатита С, наличие циркулирующего РНК вируса гепатита С, и клинические факторы. Клиника инструментальная, оценка печёночных проб и функционала. И на самом деле мы обращаем внимание только на тех пациентов, которые условно можно, да, относим к факторам высокого риска. Это те, у кого циркулирует РНК в крови, у кого есть субклинические либо уже клинические отклонения, дисфункции печени. Если обобщить рекомендации инфекционистов по лечению больных с онкологической патологией, которым показана системная терапия, то показания таковы. Да, мы часто к ним отправляем и просим их снизить вирусную нагрузку, определяя титры. Но, тем не менее, уровень РНК, циркулирующая гепатита С в крови, он, к сожалению или к счастью, никак не коррелирует с признаками воспаления и никак не коррелирует с тяжестью поражения печени. То есть на вирусную, на циркулирующую РНК мы здесь ориентироваться не можем. И те небольшие исследования, которые были проведены для пациентов с вирусным гепатитом С, говорят нам о том, что на самом деле лекарственная терапия не приводит к реактивации именно вирусного гепатита С. Соответственно, рекомендация звучит в следующем. Да, мы посылаем этих пациентов на консультацию к инфекционисту, но, тем не менее, в приоритете лечения онкопатологии. И только потом инфекционисты забирают этих пациентов к себе и лечат уже по поводу гепатита С, проводят необходимую терапию. Совершенно другая ситуация обстоит с гепатитом В. Здесь подход совершенно другой. Буквально несколько лет назад был опубликован действительно крупный метаанализ, в который вошли как раз исследования у пациенток с вирусным гепатитом В и раком молочной железы. Так вот, было показано, что проведение этим пациенткам противовирусной терапии должно начинаться либо вместе, либо до начала лечения по поводу рака молочной железы. Так как в метаанализе показано, что противовирусная терапия снижает риск реактивации гепатита В, тем самым позволяя провести весь необходимый объём лечения по поводу рака молочной железы. Также этот метаанализ продемонстрировал, что проведение противовирусной терапии снижает риск отмены химиотерапии в связи с реактивацией гепатита. То есть зарубежные коллеги наши говорят о том, что если мы видим пациентку с гепатитом В, мы должны назначить ей противовирусную терапию ещё на этапе до начала лечения. Это основное различие между гепатитами В и С. Я попробовала адаптировать алгоритм, который был представлен тоже не так давно коллегами-инфекционистами по поводу лечения рака молочной железы у пациенток с гепатитом В. Условно, пациенток... Да, мы все понимаем, что скрининг мы должны провести на моменте диагностики рака молочной железы, но в идеале, конечно, мы должны знать анамнез пациентки, если этот диагноз был ей выставлен раньше. Конечно, в идеале она должна получать при необходимости какую-то терапию. Но, тем не менее, пациенты делятся на три группы. Это оккультный гепатит В, который как раз впервые выявлен при постановке диагноза несимптомный, характеризуется наличием РНК-вируса. И, наверное, здесь единственная группа. Есть пациенты, за которыми мы можем понаблюдать, как считают зарубежные авторы, но, тем не менее, эта группа очень маленькая. Так как если мы планируем терапию антрациклинами, терапию стероидами, которыми сопровождается таксановая терапия, и отдельно выделяют терапию виролимусом авторы, мы все-таки должны отнести эту группу пациентов к высокому риску и назначить профилактическую противовирусную терапию. То есть большинство пациентов наших с диагнозом РАП молочной железы все-таки должны получать противовирусную терапию. Есть также группа, которая без гепатитов, и однозначно все авторы рекомендуют обсудить вакцинацию против гепатита В в данной по группе пациентов. Также есть пациентки умеренного риска, которым назначается противовирусная терапия только на время проведения химиотерапии и плюс полгода после проведения системного лечения по поводу рака молочной железы. Ну и вот, пожалуй, наверное, самая большая проблема, с которой мы с вами сталкиваемся и будем сталкиваться все чаще, это ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция, я тоже была поражена этими цифрами, которые сейчас публикуются различными организациями. На сегодняшний день Российская Федерация занимает третье место по темпам прироста новых случаев ВИЧ. И мы занимаем это третье место после африканских республик, таких как ЮАР и Нигерия. Каждый год в Российской Федерации выявляется от 80 до 90 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Как было отмечено, что в 2020 году процент заболеваемости был ниже, однако и тестов было в прошлом году на ВИЧ-инфекцию сделано практически на 13% меньше, что в принципе сопоставимо по числам заболеваемости за 19-е и 20-е годы. Тем не менее мы понимаем, что эта цифра даже выше, чем заболеваемость рака молочной железы. Чем характеризуется? Характеризуется тем, что чаще поражаются мужчины, диагностируются у мужчин примерно в 60% случаев. Это молодые люди в возрасте от 30 до 49 лет преимущественно, это 70% в этом возрастном диапазоне находятся. Что меня еще поразило, не все стоят на диспансерном учете, около 70% только встали на диспансерный учет, и только 53% в Российской Федерации по различным причинам получают антиретровирусную терапию по поводу ВИЧ-инфекции. Чем характеризуется ВИЧ-инфекция сама по себе? Есть ли риск, повышает ли она риск онкологической патологии, в том числе и рака молочной железы? Как было показано, нет. Мы все с вами знаем, что для ВИЧ-инфекции есть характерные заболевания, это саркома, саркома капоши, лимфопролиферативные заболевания. Однако, если мы посмотрим на статистику по раку молочной железы, значимо, она не отличается от пациентов без иммунодефицита. Но этих исследований все больше и больше с ВИЧ-инфекцией, все-таки ВИЧ-инфекция в мире, можно сказать, бушует. И вот в прошлом году на СМА был доложен достаточно крупный метанализ, 20 публикаций в него вошло, и более 3000 пациенток ВИЧ-инфицированных было оценено в этом исследовании. И было показано, что действительно рак молочной железы у ВИЧ-инфицированных пациенток развивается гораздо чаще. 70% пациенток диагностируется рак молочной железы в возрасте до 50 лет. Другое исследование, тоже достаточно крупное, оценено по регионам, по возрасту и по регионам развития. Почему такой молодой возраст у пациенток? Да, основные, к сожалению, периоды заражения — это молодой сексуально активный возраст до 30 лет. Если мы посмотрим, вот первые столбцы сложные, я понимаю, сложный график, в него нужно смотреться. Первая таблица отражает, первая диаграмма отражает количество ВИЧ-инфицированных населения, и, конечно, здесь лидируют африканские страны, как мы видим. Второй график отражает возраст и распространённость рака молочной железы среди пациенток ВИЧ-инфицированных. И мы видим, чем раньше популяции идёт заражение ВИЧ-инфекцией, тем более молодой рак молочной железы встречается в этих популяциях. Если мы посмотрим на европейские страны, то здесь мы видим, во-первых, число заражений меньше, но и более позднее встречается рак молочной железы. То есть в предыдущем метанализе больше всё-таки долю вносят африканские страны, где заражение ВИЧ-инфекцией происходит достаточно в молодом возрасте. Диагностируется на более поздних стадиях, что может характеризоваться более агрессивным течением, либо социальными факторами, более поздним обращением к врачу. Что по подтипам? Достоверных различий в частоте развития трижды негативного HER2 положительного рака отмечено не было. Однако отмечено, что гормоноположительные раки несколько чаще как раз у ВИЧ-инфицированных диагностируются. Что касается общей выживаемости, к сожалению, наличие ВИЧ-инфекции – это неблагоприятный прогностический фактор, и риск смерти повышается практически на 90% в общей популяции больных раком молочной железы ВИЧ-инфицированных. И если мы посмотрим по регионам, немножко разнутый слайд, но тем не менее слева – это африканская популяция, справа – это Северная Америка, цивилизованные страны с доступом к современной медицине. Так вот, достоверных различий в рисках смерти нет, вне зависимости от страны. То есть это действительно независимый фактор неблагоприятного прогноза для этих пациентов. Достаточно крупное исследование. Все, заканчиваем. Из ЮАР говорит нам о том, что общая выживаемость на самом деле при проведении химиотерапии при метастатическом раке молочной железы особо не отличается. Однако для гормоно-рецепторов отрицательных раков прогноз хуже, и в этой группе идет неблагоприятный прогноз. Что касается российской популяции, к сожалению, отдельных исследований нет. И вот единственное, что мне нашло, удалось найти это публикации из Санкт-Петербурга, где было 15 человек больных раком молочной железы, ВИЧ-инфицированных оценено. К сожалению, очень часто сопутствующая патология в виде гепатитов В и С. Да, практически половина известных факторов смерти у ВИЧ-инфицированных связаны с прогрессированием злокачественных заболеваний. Так вот, как же обстоят состояния проблемы на сегодняшний день? Действительно хорошо, что мы говорим об этой проблеме. Я думаю, о ней надо все чаще и чаще говорить. У нас, к сожалению, нет единого реестр больных. Сопоставить их практически невозможно между собой. Мы реально не понимаем этих цифр. Профилактика. Необходима профилактика как вирусных инфекций, так и, конечно, злокачественных опухолей. Современная диагностика, к сожалению, тоже здесь есть пробел. Как в плане диагностики инфекций, так и в плане повышенной диагностики у пациентов уже с наличием какой-то сопутствующей патологии. ВИЧ, в первую очередь, с ВИЧ-инфекцией, потому что мы видим, что у них действительно раки случаются раньше, чем в общей популяции. Эти пациенты не включаются в клинические исследования. К сожалению, не всегда доступна терапия. То, что мы видим, антиретровирусная терапия получает только примерно 50% от всех нуждающихся. Ну и, конечно, это мультидисциплинарный подход, который необходим в лечении таких пациентов. Мы должны работать в команде с инфекционистами и должны ощущать их поддержку в терапии таких пациентов. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...